Приветствую вас! Буду с вами честен. Мне кажется, что вы просто-напросто хотите к себе сейчас какого-то сочувствия, может быть жалости, может быть поддержки, может быть чего-то ещё. Вот. Не знаю чего, конечно, но что-то вот, чего-то вы хотите в этом роде. И, в общем и целом, я вас понимаю, я понимаю, что неприятно, когда происходит такая вот история, что вы чего-то ожидаете, чего-то ждёте, чего-то как хотите, и в итоге получается всё совсем не так. Вот, я понимаю вас. Понимаете, вот что значит пережить? Да, вот, ну, ключевой вопрос. Вот что значит пережить? Ага, тут вот нужно понимать, что пережить, это значит справиться. Справиться с негативом, да, с фрустрацией, которая у вас есть. И у фрустрации есть очень много различных форм, да, тут очень много различных форм есть у фрустрации защиты от неё. Вот. Это и размещение, и перенос, и обратный перенос, и избегание, вот, и интеллектуализация. То есть, на самом деле, очень много есть вещей, которые помогают, значит, справиться с тем, что вы, ну, что у вас что-то не вышло, что-то не получилось, что-то вы не смогли сделать. Вот. Но, но, по факту, по факту, эти вещи, они не дают, как бы, успокоения, они не дают, не дают излечения и избавления от проблем. Ну, ваши проблемы. Вот. Потому что вы снова и снова будете попадать в этот капкан, вы говорите, что у вас, ну, происходила такая история часто в личной жизни, что вы что-то не успевали, что-то не могли это делать, вот, и вас это особо не волновало. И вот, если вы сможете понять, что эти вещи связаны, что у них, ну, есть прямая связь, вот. То вы увидите, что корень, корень того, что вы делаете, находится в, значит, ваших установках. Установки образуют сценарий. Или определяют сценарий, если угодно, так сказать. И вот, у вас, ваш сценарий, это сценарий без успеха. То есть, есть запрет на успех. Ни позволение, ни разрешение себе быть успешным и так далее. Вот. И поэтому, для того, чтобы не просто пережить, да, для того, чтобы не просто пережить, а именно, вот, именно реализовать свой потенциал, для того, чтобы сделать, как бы, ну, реально стоящее, стоящее дело. Вот. Собственно говоря, нужно именно подкорректировать свою модель поведения. Вот. Именно свою модель поведения нужно подкорректировать. И это ни в коем случае не связано с переживанием. То есть, раз и навсегда, раз и навсегда, вы можете, точнее, все можете избавиться от вот этих вот аспектов, которые у вас есть. Вот. Вот. Но для этого нужна, нужна естественная работа. Работа именно, именно с вами. Вот. Это то, что касается вот этой вот ситуации в целом, которая имеет у вас место быть. Вот. Ну, в целом ситуации. Вот. Теперь, значит, то, что касается вашего текста. Значит, ну, такое случается часто со мной, но это относится больше к личной жизни и особо никак не влияет на дальнейшее существование. Типа не успел с девочкой познакомиться и т.д. Это тоже запрет на успех. Вы пишите, работаю на хорошей работе, около трех лет, около полугода назад повысили мои коллег, меня обошли стороной. Но в итоге, ну, я в итоге примерно за два месяца выделил себе шанс на повышение. Продолжили сложную работу, с которой я, очевидно, не справлюсь. Но была возможность дать её сделать другим по-тихому за деньги, но я по своей же глупости вернул её обратно, не сделанную. Вот. В итоге начальник придумал повышать, что логично, а второй шанс явно не скоро. Ну, знаете, вот мне бы хотелось, чтобы вы здесь, в своём изложении вопроса, постарались бы сконцентрироваться на следующем. Да, на следующем. Вы когда возвращали работу своему начальнику, вы о чём думали? Вы чего хотите, вот, хотели точнее, чего вы хотели именно в этот момент? Что вам было нужно? По какой причине вы возвращали работу? Если вы вернули её, потому что боялись, то от страха можно избавиться. Страх можно убрать, в принципе, вот. Если вы сделали то, что сделали, ну, по другой причине, да, ну, просто по другой причине, то есть, если вы считали это, ну, важным для себя, там, например, ценным, или что-то в этом роде. Если это так, то в таком случае вам просто нужно будет вспомнить о том, для чего вы это делали. И просто, может быть, освежить в своей памяти, вот, значит, ну, то, что вами двигало тогда, вот, то, что вас стимулировало тогда на то, чтобы так поступить. И мне думается, что это и есть, собственно говоря, ключевой момент вашей проблемы. То есть, либо вы вспоминаете то, ради чего вы это сделали, либо если вы хотели сделать по-другому, но не сделали из-за какого-то запрета или из-за какого-то страха, то, соответственно, страх можно убрать. Вопрос в том, вопрос заключается в том, только лишь, что вы хотите сами. Вопрос заключается в том, что вам нужно, вот. То есть, моральные, моральные, значит, аспекты, да, на самом деле здесь не, ну, мало имеет значение именно моральные аспекты. Потому что, ну, ничего плохого нет в том, что вы, например, хотели бы, там, по-другому что-то сделать с работой, да, там, как-то, ну, сдать её и прочее, прочее, прочее и так далее. Ну, вот. Поэтому, я думаю, что вот так, вот так, вот так. И так вы сможете переживать. То есть, либо вы сочнёте для себя это неправильным, то, что вы сделали и не будете так больше, так больше делать, либо, либо вы, наоборот, поймёте, что поступили правильно и, соответственно, переживать больше не будете. Вот. Одно из двух. Это чтобы не скатиться, чтобы не скатиться в защиту. Вот. Чтобы не скатиться в рационализацию, по сути дела. Вот. Мне думается, что и вот именно так можно вам и ответить на ваш вопрос. Люди обычно не делают сами себе грабли на самом деле. Люди, как правило, делают это по наводке других. И происходит это, как правило, по явной или неявной установке родительских фигур, которые просто нужно увидеть и подкорректировать. То есть, от них избавляться полностью не нужно, это вредно, иногда они защищают, но контролировать их, уметь договариваться с ними, это, пожалуй, самое главное. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, вы бы рад помочь, пишите в личку. Ну, а вам я желаю всего доброго и удачи. Спасибо. Vamos. Продолжение следует...